Сегодня, 22 июня, Совет Европейского Союза по иностранным делам принял решение о продлении срока действий секторальных экономических ограничительных мер в отношении Российской Федерации до 31 января 2016 года. Мы глубоко разочарованы тем, что снова в Европейском Союзе возобладало мнение русофобского лобби, которое буквально протащило решение о продлении незаконных рестрикций. При этом в Брюсселе намеренно замалчивают, что это гарантированно повлечет потерю сотнями тысяч, а по некоторым оценкам и несколькими миллионами европейцев своих рабочих мест. Европейский Союз по инерции продолжает возлагать всю ответственность за полное выполнение минских соглашений на российскую сторону. Абсурдность такого подхода уже давно всем понятна. Ключ к урегулированию внутриукраинского кризиса было и остается в руках Киева, который не спешит выполнять свои обязательства. Особо цинично выглядит то, что решение о продлении антироссийских санкций принято странами ЕС именно сегодня, 22 июня, в день, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Очень хотелось бы верить, что это совпадение, а не специально продуманный шаг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!